Первая программа о глобальной сети в отдельно взятом регионе. С вами Альтернатива и я Василий Морозов. Приветствуем! В ближайшие минуты все, что касается телекома, IT и интернета Алтайского края. Первый на Алтае заблокированный сайт. Интерактивная карта барнаульского видеонаблюдения. Это и другое в еженедельном обзоре IT-сферы. Почему танки стали беспроигрышной темой для барнаульских мультипликаторов и можно ли стать популярнее, чем в свое время Масяня в рубрике «Пробел». А также тестируем планшет от провайдера «Сибирские сети». Зачем нужен гаджет без постоянного подключения к интернету? И где без этого планшета не обойтись? И сразу обзор самых важных IT-событий недели по версии нашей программы «Цифровой мир на контроле». Немного скандальчика для разгона. Сайт барнаульского креативного агентства «Панкью Брендс» был заблокирован Роскомнадзором. Интернет-страница наших рекламщиков стала недоступной для абонентов некоторых провайдеров. Дело в том, что сайт «Панкью» располагается на одном зарубежном хостинге, на котором прописаны и другие онлайн-проекты. Вот на одном из них и нашли литературу, которую Роскомнадзор счел пропагандой педофилии. Вот и было принято решение заблокировать IP-адрес. Общу-то не конкретный сайт. Это, кстати, вроде бы первый случай блокировки алтайского сетевого ресурса. Мы написали в Squarespace, в Нью-Йорк. Они сказали, что мы в курсе и уже разбираемся с этим. Мы написали редактору сайта, который заблокировали. Он русский человек, русскоязычный, но он не ответил на ничего. Нам уже посоветовали обратиться в суд. То есть, в принципе, есть какое-то ущемление наших прав. И уже даже сообщество в интернете готово скинуться на адвоката. Школ много, а сайт один. Образовательный информационный портал задумали создать власти Алтайского края. По задумке он должен стать единой точкой доступа к полезной и нужной педагогам и школьникам информации. Вообще будет создана корпоративная сеть с электронной почтой, документами, новостями, дистанционным обучением и с фильтрацией нежелательного контента. Сроки создания не уточняются. Что интересно, с 1 сентября школы должны были привести в порядок свои сайты, убрать рекламу, например. Сделано же это далеко не везде. Может, для большего порядка портал и задумывается. А вы знаете, где в Барнауле стоят тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения? Теперь можете узнать. На официальном сайте городской администрации появилась интерактивная карта Барнаула. На Яндекс.Карту нанесены пока только пульты экстренной связи с полицией и камеры наружного наблюдения. Для чего последнее любопытно. Кстати, функций на интерактивной карте будет становиться все больше. 27-28 сентября, это пятница-суббота, в Новосибирске состоятся очередные «Сибирские интернет-недели». Конференция для интернет-деятелей, продвиженцев, маркетологов, программистов и так далее. Мероприятие всегда посещает большое количество барнаульских специалистов. Более того, один день, посвященный интернет-маркетингу и пиару, курирует гендиректор Алтайской студии интернет-решений «Сибирикс» Владимир Завертайлов. Альтернатива рекомендует. И еще о грядущих мероприятиях. Стали известны некоторые темы докладов, которые прозвучат на следующей неделе на шестом региональном IT-форуме. Он состоится 3 октября в Барнауле. Наиболее любопытными, мне кажется, можно назвать мифы об облачных технологиях от Microsoft, тренды мобильных устройств от Intel, перспективы IT-рынка от журнала CRN и другие. Остальные темы можно посмотреть вот по этому адресу. А теперь традиционный обзор новостей Алтайского телекома. Услуги сибирских сетей теперь можно оплачивать с сервиса «Яндекс.Деньги», как сообщают мгновенно, без комиссии. Ростелеком установил в Шолоболикинском районе первый интернет-киоск в рамках проекта «Электронная деревня». Мегафон запустил услугу «Радар Плюс», с помощью которой родители могут контролировать передвижение детей по городу. МТС анонсировал возможность абонентов принимать входящие звонки в путешествиях по России бесплатно. Билайн на 25 копеек поднял цену на услугу «Будь в курсе», когда ты не пропускаешь звонки даже с выключенным телефоном. Еще больше новостей IT-телеком сферы нашего региона в следующих программах. Ну а сейчас главной теме сегодняшнего выпуска. Мы уже как-то в альтернативе показывали произведения барнаульцев из Shoot Animation Studio. Ребята делают мультики для фанатов онлайн-игры World of Tanks. Мультики действительно забавные и даже в некотором роде просветительские. Мы встретились с основателем этой мультстудии, чтобы узнать, куда движется наша мультипликация и можно ли, если не составить конкуренцию Пиксару, то хотя бы набрать популярность, как в свое время у Масяни. Барнаулиц Никита Лепа и его пара знакомых давно хотели уйти с работы и делать что-то свое и творческое. Почему бы не мультики? Чтобы сразу завоевать аудиторию, решили, произведения должны попадать в уже готовую аудиторию. Например, такую, как у игры World of Tanks, которая имеет более 30 миллионов игроков по всему миру. Ничего не вышло. Этот опытный образец никуда не годится. Первые три мультика сразу же набрали в районе 500 тысяч просмотров. И как бы всем понравился, и зрители начали просить еще. Появились подписчики постоянные, которые все время теперь просят, давайте еще, давайте еще. Теперь каждый мультик набирает сотни тысяч просмотров. Чтобы обыгрывать танки, их конструкцию, специфику, приходится читать специальную литературу. Помогает детское увлечение Никиты танкомоделированием. Почти сразу же после выхода первой серии на Shoot Animation Studio вышли сами создатели игры World of Tanks и предложили оплачивать часть творческого процесса. Мы также продолжаем рисовать и для игроков World of Tanks, и при этом у нас на данный момент есть проекты в разработке, которые будут рассчитаны на более широкую массу. То есть это есть проекты познавательные, да, какие-то шуты юмористические, познавательные. Вот так, мы почти закончили проект всей моей жизни. Пока Shoot Animation Studio это шесть человек по всей России. Центр в Барнауле, конечно. Никита Лепа говорит, хотелось бы создать мощную сибирскую мультстудию. Но для этого нужно еще рисовать и рисовать, чем ребята и занимаются. Как и обещали, возобновляем гаджет-анализ. В предыдущих выпусках мы упоминали вот этот планшет Prestigio Multipad 2, который решил продавать провайдер сибирские сети. Мы внимательно тестировали этот девайс и поняли, гаджет однозначно неплох, но лишь в двух случаях его применения. Планшет Prestigio Multipad 2, 8 дюймов. Мне достался в черном корпусе. Сам довольно тонкий, задняя стенка металлическая. Предустановлена операционка Android версии 4.1. Пользовался им с неделю довольно плотно. В работоспособности планшету отказать сложно. Девайс довольно резвый, ни разу не завис. Встроенной памяти достаточно 16 гигабайт. Аккумулятора хватает часов на 5-7. В общем, технически меня даже устроил. Сверхидея, с которой сибирские сети стали этот планшет продавать, это мобильность их же домашнего интернета. На гаджете установлено приложение Like TV, чтобы смотреть IP-телевидение в любой квартирной точке. Подключение к интернету же происходит по Wi-Fi. И тут-то самое важное. Кроме как через Wi-Fi в интернет с планшета не выйдешь. Симку в девайс не вставишь. Так что или перемещаться от точки к точке, или подключать USB-модем. Проводок имеется. Впрочем, можно довольствоваться и оффлайновым использованием. Книга-читалка от Prestigio дает 100 очков вперед любой другой. Да и Angry Birds есть. В общем, для дома и для городских Wi-Fi точек планшет что надо. Ну а теперь традиционный обзор мнений интернет-деятелей и интересных реплик, прозвучавших в алтайской благосфере. Иголка нашла у себя старую пишущую машинку. За ненадобностью выбросила. Эпоха-то ушла. А вы бы что с машинкой сделали? Евгений Лавров публикует продолжение ностальгического путеводителя. В этот раз по отдаленным барнаульским местам. Южный, Ползунова, Борзовая заимка и так далее. Влог телеканала Катунь-24 повествует о том, как тележурналисты и их коллеги провели уборку в парке Юбилейный, вывезли целый КАМАЗ мусора. Роман Радушинский заметил муляж камеры наблюдения. Банка, палка, вот и вся видеофиксация. Это чтоб возможных злоумышленников отпугнуть. В Бискиру публикуют фоторепортаж из поселка Усть-Катунь. Радужное село, веселое, следует из фотоотчета. Канатникова описывает свои покупательские изыскания. Прошла по бутикам и решила, хорошие магазины есть, а вот хороших продавцов найти гораздо труднее. Барнаул-ФМ радует, пишет, что алтайский певец Александр Волокитин и журналист телеканала Катунь-24 Андрей Захаров прошли кастинг-телешоу «Битва хоров» и, возможно, будут участвовать в главном этапе. Что ж, будем следить. Ну, напоследок, как водится, успокоимся прекрасным видео. Увидели на Ютьюбе автомобильный проект, называется «Фиксатор Алтай». Думаю, понимаете, о чем. Вот и насладимся компиляцией из нескольких ускоренных автопрогулок по городам и селам нашего региона. Это была программа «Альтернатива», первая еженедельная программа о цифровых технологиях в жизни человека и о людях в цифровой сфере. Счастливо и не будьте нулем в мире нулей и единиц. «Альтернатива», первая еженедельная программа «Альтернатива» «Альтернатива», первая еженедельная программа «Альтернатива» «Альтернатива», первая еженедельная программа «Альтернатива» «Альтернатива», первая еженедельная программа 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 «Альтерна